Итак, господа, сейчас мы с вами находимся в одной из древнейших мечетей Кавказа. Я бы сказал, не только древнейшей мечети Кавказа, а древнейшей мечети мира. Мы находимся на территории Джума-мечети. Джума-мечеть построена в 743 году наместником халифа на этих территориях, то есть в Шамаке, это был Абу-Муслим. В 743 году построена эта мечеть, и она сейчас претендует на одну из древнейших мечетей, наряду с древнейшей мечети претендует на одну из древнейших мечетей не только Кавказа, но и мира. Если вы обратите внимание, то вы можете увидеть, что здесь же остались под культурным слоем, было найдено педресе, школа, которая готовила богословов. Именно если брать к тому, что Шамаха являлась центром, духовным центром именно наместничества халифата на территории Азербайджана, то постройка духовного учебного заведения, это было вполне закономерно. И оно готовило богословов, которые должны были распространять ислам на территории Азербайджана, не только силой оружия, не только силой меча, но эти богословы должны были силой убеждения доказывать и показывать свою правоту и защищать интересы своей религии, которая только-только начала зарождаться. Конечно, очень впечатляющее место, антураж, величина размеров, монументализм, который впечатляет. Я сам был и в Арабских Эмиратах, конечно, мечети, которые там, они да, большие, они красивые, но вот здесь, за счет того, что здания сделаны из песчаника, для меня это, конечно, очень красиво смотрится, учитывая то, что это восстановили все, вот как это восстановили, это очень красиво, плюс сохранен такой исторический стиль, вот плюс на самом деле территория очень такая красивая, очищенная от всего-всего-всего. То есть историческая часть того, что вы показывали в Медесе, где обучались, тоже, как бы, достаточно интересно с точки зрения культуры, истории. Я, например, для себя только-только узнал, что здесь, как бы, ислам вел, так сказать, религиозную войну, именно религиозную, с зороастризмом, я этого не знал, например. Зороастризм, как бы, были на этой территории.